МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бывает всё на свете хорошо, В чём дело, даже не поймёшь. А ты чего это в рваных штанах по дому уходишь? Нормальная домашняя одежда. А чё стесняться? Все свои. Что, тёща приедет? А ты как будто не рад. Нет, почему? Я рад. Я и позавчера был рад. И на прошлой неделе три раза радовался. Анли, вот скажи мне, вот, допустим, ты женился бы не на Маринке, а там у себя кого-нибудь нашёл. А чего это ему искать ещё кого-то? Это я так к примеру. И вот живёте вы отдельно от родителей, но её мамаша приходит к вам три раза в неделю и смотрит семейный альбом. Аркадий. С Аркадием всё в порядке. Я просто хочу выяснить, как у них в Африке вот с этим борются. А у нас вообще с тёщей и зятем запрещено общаться. А говорят, у нас культура. Вот, цивилизация. Господи, ну что же ты оттуда уехал? Итак, переходим к году. Светочка, а где у нас снимки за 83-й год? Я сейчас принесу. Сидите, Аркадий Борисович. Светочка, принеси, пожалуйста. Вот, Андрей. Вот эта Светочка в стройотряде. Какая красавица. А какие парни за ней бегали. А вот это они за ней бегут? Это кросс. Так вот, какие парни за ней бегали. Умницы, красавцы, спортсмены. А она Аркадия Борисовича выбрала. А, вот это вот он Светлану Алексеевну обнимает. Марина вся в вас пошла, Аркадий Борисович. Просто одно лицо. Да нет. Ну какой же это Аркадий Борисович? Это Светочкин сокурсник, композитор Будобаров. Странно. А на Марину очень похож. То есть она на него. Кто на кого похож? Вот, прелестный был молодой человек. А как ухаживал. Ничего не похож. Хлюст какой-то и глаза на выгоде. А у Маринки мои глаза. Глаза у Марины мамины, а нос Будобаровский. Точно не помню. Но кого-то с носом у неё из общаги я выгонял. Ты не путаешь. Какая общага. Светлана, у тебя москвичка. Ну да. А Будобаров не москвич. А, так ты его, получается, из его же комнаты и выгонял. А может быть и не его. Но кого-то точно выгонял. Да, видимо, опоздал. А Маринка-то ведь теперь с чужим носом. Да не бери ты в голову. Отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Не успокаивай меня так больше. Да ты раньше времени не расстраивайся. Ну, мало ли кто на кого похож. Моя первая жена вообще на Ленина была похожа. А лысая что? Да нет, нормальная, волосатая. Маленькая просто, картавая. Не, ну ты сравнил тоже. То жена, то дочь. А вот если бы твоя дочь негритянка родилась, ты что, тревогу не забил? Я бы Анри твоего забил. Вот хорошо. А мой Бодобаров в Париже живёт. Нашкодил и в угол забился. Гад. А может не он. А кто же? Мало ли, может ты нашкодил. Ну, в смысле, ты отец. На, смотри, похож на Маринку. Тьфу, даже сомнений нет, что ты, что Маринка, одно лицо. Ты мне не крути, а прямо говори. Был у тебя что с Будобаровым? Не льви. Отвечай, чья Маринка дочь? Отвечай, иначе я тебе сейчас... Ты что расшумелся? А того? Столк шатается, подбить хочу. Я у тебя вижу, всё шатается. Какая бутылка? Пивная. Ну, ты давай не придуривайся, по счёту какая? Вторая. Я поговорить хочу. Ну, где же вторая-то? Ты обычно после пятой разговариваешь. Ты мне скажи. Ты Будобарова знаешь? Марик это? Конечно, сокурсник мой. В Париже сейчас... Вот я хочу спросить. Он кто? Композитор. Композитор. Музыку, значит, делал. Делал. А кроме музыки он больше ничего не делал? Ну, он ещё лобзиком выпиливал. И неплохо, кстати, даже призы брал. Лобзиком? Вот взять бы у него этот лобзик, да и оборвать, чтоб не выпиливал, где не надо. Папа Карло, блин. Чё ты к этому Будобарову привязался-то? Мысли всякие. М-м-м, мысли у тебя обычно после восьмой. Хватит на сегодня. Всё. Такие вот дела. С виду приличная семья. Ну, ладно, рассказывайте. Ну, если вы так просите, скажу по секрету, там судьбы человеческие. Ну, давайте же, что опять о Парамоновых? У Маринки отец во Франции нашёлся. Ну, я серьёзно. Ну, что серьёзно? Что, Аркадий Борисович во Франции потерялся? Да не потерялся, а нашёлся и не Аркаша, а совсем другой отец. Маринка Аркаша неродная. Сам сказал. Так, а чья? Француза какого-то из наших, иммигрантов. Композитор какой-то известный. А фамилия как? Не помню. Ну, в общем, известная какая-то. Так это он что, теперь Маринку во Францию зовёт? Фу! Питит, твой мальчик. При чём тут Франция? Семья разрушилась. Они практически в разводе. Видели бы, как Аркадий пиво пил. Как? Жадно. Ты чё, пап? Ничего. На свою дочь хочу посмотреть. А что, нельзя, что ли? А что, у нас телевизор сломался? Нет. Телевизор как раз в порядке. Да что случилось-то? А в кого ты-то у нас такая любопытная пошла? Я-то не любопытный. А чё спрашиваешь тогда? Любопытно? Не дерзи отцу. Ну-ка, иди сюда, встань. Зачем? Надо. Раз отец говорит. Родной. Ничего не замечаешь? Пивом, кажется, пахнет. А в зеркале, видишь, сходство. Ну, правильно. Мы как бы родня. Как это? Ну, надо. Брось. Как бы. В профиль встанем. Нос видишь? Я не могу. Я боком к зеркалу. А ты её не вижу. Издеваешься? Светлана Алексеевна попросила сделать рамку для фотографий. Ясно. Андрей, скажи-ка мне откровенно. Ведь ты же зять мне. Хотя, может, и не мне. Брось этот свой лобзик. Всё равно бездельничаешь. Давай хоть компанию составь. Пожалуйста. Вот у вас в Африке как определяют, твой это ребёнок или не твой? Просто. Если твоя жена родила, значит, твой. А если не от тебя? Как-то. Ну как? Ну, у вас что, жены не изменяют, что ли? Изменяют. Ну, это как определить, чей ребёнок? Так не будет никакого ребёнка. У нас, если женщина изменила, так её сразу камнями забивали. Господи. Такой закон. Какая страна. Рай. Зачем ты уехал из этого царства справедливости? У нас университетов мало. Вообще нет. Ладно. Это всё риторические вопросы. Уехал, уехал. Всё, я реалист. Скажи, ну, может быть, есть какой-нибудь способ определить, чей ребёнок? Может, шаман тебе по секрету шепнул? Это же вход в эти круги. Да я не верю в это. А это не твои проблемы. Ты рецепт давай. Ну, там много всего нужно. Здесь, может, и не достать. Я знаю, я в застойные годы японский проявитель доставал, а тут почку какой-нибудь бешеной макаке. Это как два пальца. Ну, хорошо. Записывайте. Записывайте. Прядь волос девственницы. Отрезать. Так. С Африкой закончили. Как в Гарварде с этим вопросом? С девственницей? Тьфу. Да что ж вы тупые такие все. Дались тебе эти девственницы? Там какой способ определения отцовства? Очень просто. Берут анализ ДНК. Вот. Ну. А тут девственницы. Так. Что нужно для этого анализа? Берут кровь. У предполагаемого отца. У ребёнка. Ну, и дальше. Слово-то какое предполагаемый. Ладно. Допустим. Предполагаемый сам сдал кровь. Вот как у Маринки взять, чтобы не травмировать. Так вы предполагаете, что мы... Да. Я предполагаемый. Вот и предполагаю. Спасибо. Скучать-то будешь по Маринке Парамоновой? Господи, а что с ней? У неё по Франции, в самом Париже. Отец настоящий нашёлся. Аркадий Борисович какой. Учебный. Ну, ты что, маленькая, что ли? Значит, он ей отчим, надо же. А орёт, как родной. А что я теперь по ней скучать должна? Ну, здрасте. Ну, что ей здесь сидеть-то, если у неё отец в Париже? Всё, тут уже, пакует чемоданы. Так он что, её зовёт, что ли, к себе, что ли? Ну, что, на дуру ждать будет, пока он её позовёт? Пойдёте, не выгоняй. Он там композитор известный. Он Джо Досену песни сочинял. Джо Досену сочинял Тото Кутуньо. Вот то-то и оно-то, вот он то-то-то и есть. Кутуньо. И как это я её ножом случайно порежу? Ну, ножницами. Да я не хочу её ничем резать. Ну, гали каплю надо всего. Может, собраться с семьёй, поговорить, обсудить проблему, так сказать, цивилизованно? Ты мозги-то свои гарвардские выключи, если пользоваться ими не умеешь. Ты вернись к корням. Там, где твоя врождённая кровожадность? С чего вы взяли, что в Африке все кровожадные? А то я телевизор не смотрю. В Африке акулы, в Африке гориллы. И ты оттуда же. А, Андрей, всего-то надо капельку крови. Семья разваливается. Ну, я попробую, попробую. Нет, пробовать не надо. Ты пробирочку аккуратненько нацеди. Вы же сказали каплю. Ах, ну каплю, каплю. Что ж тут такого сложного? Подошёл, шильцем ткнул тихонечко. Поставил пробирочку, нацедил, извинился и ушёл. Всё! Не знаю. Может быть, у вас со Светланой Алексеевной такие отношения, что вы можете её шильцем тыкать каждый день. А у нас с Мариной семья строится на иных принципах. Вот, подожди, уедет Маринка к новому отцу в Париж. Ты тогда пожалеешь, что мне не помог. Я же не отказываюсь. Ну, шильцем тыкать. Это я погорячился. Ну, давай уже, включай свои мозги, которые выключил. Они уже поди отдохнули. А ты скажи, что у вас обряд такой. На третью луну после свадьбы брать кровь на ВИЧ-инфекцию. Она не обидится? А чё ей обижаться, раз у вас обряд такой. Ну и что? Папа странный какой-то в последнее время. Взял, подвёл меня к зеркалу и спрашивает. Видишь? А, ну ясно. Чё тебе ясно? Так вампиров ищут. Они в зеркале не отражаются. Да ну тебя. Я правда за папу очень волнуюсь. А он тоже за тебя волнуется. Вдруг тебя уже заразили. Чем? Тем самым. Блэда смотрела? Там тоже такой негр симпатичный, а на самом деле вампир. Ты бы поменьше видик смотрел. Давай, давай. Нам сначала тоже все не верили. Пока до зубов не дошло. Ты бы своего мужа хотя бы чесноком натерла. Недорого отдам. Пять рублей. Понятно. Свободен. Ну чем тебе не нравится эта идея с обрядом? Мне же врать нельзя. А ты привыкай. Оставь свои дикие замашки. Не дома. Не могу. Это табу. Ну и хрен с тобой. Не можешь? Не ври. Ты говори короткими предложениями. У нас в Африке есть обряд. Точка. У вас в Африке есть обряды? Много. Так. Уже не наврал. Пошли дальше. Мне нужна твоя кровь. Это же правда. Тебе же кровь нужна. Ну да. Вот. Что и требовалось доказать. Аркаша. У меня для тебя сюрприз. Видал еще сюрприз. Узнаешь? Это что за хрень? Я думала тебе понравится. Ты же сам сегодня интересовался. Чем интересовался? Как слон упал в оркестровую яму? Это же второй концерт Будабарова. Ну это тот композитор, про которого ты сегодня спрашиваешь. Иди, Мавр. Не стой. Делай свое дело. Нет сил терпеть, как унижают в собственном доме. Выруби этот лобчик. Не буди меня, я сплю. Не могу. Я должен с тобой поговорить. Давай тогда вкратце. Журнальный вариант. У нас в Африке есть такой обычай. Ой, господи. Ну сколько усилий ради обычного секса с женой. Ладно, все. Проснулась. Иди сюда. Мне нужно другое. Ого. Я действительно чего-то не знаю. Какое-то другое. Мне нужна твоя кровь. Вы что, сговорились с этим маленьким паршивцем? Зачем ты так про Аркадия Борисовича? Причем тут папа? Я про Женьку говорю. Марина, это очень важно. Мне нужна твоя кровь. Капелька. Уколем. А потом поцелую. Чтобы не болело. Бррррр. Фу ты. Чуть не купилась. Ладно, Ромео. Давай сразу переходи к поцелуям. Ну, ничего нельзя доверить этим неграм. И правильно, что вас угнетали. Все только из-под палки и можете. Я бы попросил вас, Аркадий Борисович, да ну тебя. Надо было бы маленькую каплю крови. Все. Ты Блэйд смотрел? От заката до рассвета? Смотрел. Плохо смотрел, потому что они же там кровь литрами высасывают. А ты... Разочаровал ты меня, Анри. Позор для всей Африки. Могла бы сказать. А еще подруга. Что сказать? Про Джо Досена. Про Дото Кутунья. Такое ощущение, что я проспала взрыв какой-то специальной сумасшедшей бомбы. Все какие-то странные. Я-то обычная. От тебя я этого не ожидала. Если бы у меня во Франции отец нашелся, я бы тебе первая рассказала. Так, я чувствую, ситуация только ухудшается. Может, объяснишь, в чем дело? Ладно, не Юли. Так мы будем долго разговаривать, как в сериале. Давай по порядку. Первая. Твоя мама родила тебя от известного французского композитора, который оказался итальянцем. И что, жизнь продолжается. Все нормально. Мать куртизанка, отец француз, подруга свихнулась, муж вампир. А что на второе? Ты что, правда не в курсе, что ли? Не согласна я совершен. Мы все тебя очень любим и всегда очень рады, когда ты приходишь. Да, особенно Аркадий. И Аркадий тебя очень рад видеть. Да, только тщательно это скрывает. Да ничего он не скрывает. Вот это точно. Все время в рваных штанах. Нать и мама любуйтесь на мое уважение. В конце концов, он у себя дома. Быстро он в моей квартире-то освоился. А в ней, между прочим, сам Станиславский. Мама, ты несправедлива. Аркадий тебе очень благодарен. Всегда вспоминает о тебе с такой теплотой. И всегда тебя защищает, когда я тебя ругаю. За что ты меня ругаешь? Я редко. Я так, к примеру. Вот для примера и скажи, за что. Чем тебе родная мать не угодила? Да всем ты мне угодила. Всем. Ну, кроме вопросов этих дурацких. Ну, чего ты к словам цепляешься? И Аркадий всегда очень нервничает, когда ты приходишь. Вот только не надо с больной головы на здоровую. Из-за Будабарова он нервный. А что такое с этим Будабаровым? Откуда вообще всплыла эта фамилия? Известно откуда. Из семейного альбома. Хоть бы постыдилась, но самое видное место его приклеено. И что? А то, что ты прекрасно знаешь, как Аркадий интересует семейной историей. Вот он и заметил, что у твоей Марина Будабаровский нос. Вот он и что. Заметил, значит. Нет, вообще-то заметил Андрея. Ну, с него-то какой спрос? Для него все белые на одно лицо. А да что ж ты постаралась? Я? Я не старалась. Как бы так нехотя, как бы так не вначай. Напомнила Аркадий, кто у меня был женихом, чем он лучше Аркадия и кто кому-нибудь читал. Ну, глупо же отрицать очевидное. Будабаров величина, известный композитор. Жила бы сейчас во Франции. Так, мама, ты, кажется, домой собиралась? Зря мы все это затеяли. Да я сам вижу. С другого конца надо. У тебя знакомые врачи есть? Да нет, вся эта экспертиза, это зря. Какая разница, кто ее биологический отец? Вы ее воспитали, она вас любит. И тут все ставить под угрозу из-за какой-то несущественной детали. Несущественной? Несущественной? Я посмотрю на тебя, когда у тебя родится ребенок с французским носом. А я не ревнивый. По крайней мере, я работаю над этим. Еще сюрприз. Я, пожалуй, пойду. Да, опять про Будабарова. Читай. Надеюсь, это не кролог? Нет, интервью. Но тебе понравится, я там подчеркнула. Вообще-то мне близок Чайковский. Но не по музыке, а по мировоззрению. Чего это? Читай, читай. Я никогда не скрывал такого факта, что я гомо... Да гомо. Вот именно. И давно это с ним? С рождения. Пожалуйста, пользуйтесь. Что это? Кровь моя. Вы же хотели там какие-то экспертизы, чтобы во Францию меня сплавить. Так все разъяснилось. Ты моя родная дочь. А, вот как. А была бы не родная, гуляй. Так бы и выставил из дома. Ну, Марин, ты не начинай. Ну, а откуда в тебе это? От тебя. Нет, конечно, есть немного и от бабушки. Но главное, от тебя. Ну вот, с 83-м годом мы закончили, переходим к 84-му. А вот, кстати, та фотография, из-за которой весь шум был. Это которая? А вот там, где Будобаров на Маринку похож. Нет, это не Будобаров. Это ж наш комсорг, Лёшка Зыбин. Вот такой, кстати, парень. А у него что с ориентацией в смысле мировоззрения? Там полный раздрайв. Настоящий бабник, хоть и комсорг. В Германии сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова